Дождик 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 Он же наполовину испанец. Он мне говорил, Вася, вы знаете, что сейчас мы закончим играть в хоккей и уедем мы с тобой в Испанию. Я говорю, что там делать? Там уже футбол только, хоккей. Мне хоккей поднимать? Там у меня бабка осталась, говорит, сейчас завещание она мне написала, говорит, мы туда едем и там будем поднимать хоккей. Вот его мечта была, это сделать. Играли с профессионалом в 1972 году. Ну и смотрим, хоккей наш проигрывает. 0-2, там похоронный марш уже играет, все. И вдруг Женя Зимин забивает первую шайбу, подушевилец немножечко. Потом в погоде вторую шайбу забивает. Вот Валерка третью шайбу забивает. Там через стенку сосед стучит. Сергеевич, Валерка забил, туда-сюда. Да, я, конечно, здесь скачил. Я говорю, бабуль, отметь надо, надо это туда делать. Потом еще Валерка забивает, шайбу. Ну тут уж сам Бог велел. Перед игрой нам даже руководители спорта говорили, что наша задача не проиграть с крупных счетов. Ребята надо проиграть достойно. А когда мы выиграли, на следующий день переезжаем в Торонто. Уже у станок тот же Селк Михайлович и тот же Арагульский был, от споркомитета был, говорит, товарищи хоккеисты, вы не имеете права канадцам проиграть. Мы говорим, ничего еще. Вчера говорили одно, а здесь вот на 360, сразу же. Один из канадских журналистов сказал, что если русские выиграют хотя бы один матч, я съем свою газету. И вот в Торонто мы приезжаем, мы размещаемся в гостиницу, потом нам говорят, спустись, пожалуйста, вниз на улицу. Спускаемся, стоят много репортеров, кинокамеры, журналисты, думаю, что такое. Оказывается, этот репортер решил сдержать свои слова. Выходит, берется газету, рубьет. Ну, говорит, давай ешь. Он говорит, так не могу, можно с киселем? Ну, значит, кисель дают, такую чашку с киселем. И он туда мелкими кусочками оторвет и ложкой ест. Валерий Карламов выбегает, говорит, нет, так не пойдет. Покрупнее ему порвал, помешал, говорит, оттерьешь. Ну, сразу нос кверху, знаете, мы там по Канаде-то мы их обыграли, посчитали, задачи выполнили. Все уже короли, хоккей. Здесь им, правда, вступили. Ну, так и то погибся. В московских матчах наши включили с самой высокой скоростью. Валерий Карламов хитроумно плетет в кружева комбинации. Карламову непросто поймать на силовой прием даже опытным канадским защитникам. У него финтов очень много. За счет чего он и Канадов-то обыгрывал? За счет вот этих вот неординарных финтов, которые они не знали. Почему и Канадцы его не любили? Потому что он шел в обводку так вдвоих. Выходил на ворота, он не боялся, что там достанется ему. Ему часто доставалось и по ногам, по рукам, и по лицу. Когда у нас была встреча с профессионалами, с канадцами, у них такой игрок Кларк нанес ему тяжелейшую травму. Вот он ехал от дальнего борта ко мне, и дорожка крови была через всю площадку. После того, как Кларк нанес ему травму, он уже следующий игрок на блокаде. Но все равно настолько сильные боли были, что он полную силу не мог себя поверить. Когда Валерка вышел играть, и как мы на него налетели, я думала, все жены, Танька Михайловна, Надь Петрова, я, мы думали, мы все выскочим на лед. Что там не Мишаков будет разбираться, а мы будем все разбираться. Когда его опять там завалили, началась эта заваруха, как там Женя Мишаков бился. А я в любом из плот, как вот Валерку, как топором там, рыбой. Ну и их молотил прилично. Я не боялся их там. Женя за Валерку стал заступать, но потом все уже вылетели. Пошла драка, мировая драка. Ужас, что на юду было. Я начал, сцепился уже. Берн он мне сзади, лысый, схватил этот, этот подножку. Я хоть успел пару раз тут двинуть. А этот лайк мне, клюшка, там пять человек окружили. Я успел вот так вот за волос его схватить. Бэк, Гарри Бэк там мне вот это, а я выходил, показал. Ну иди, один на один просто, когда уже. Любили, я заводился с ним, с канавцем, с американцем, с ним интересным. Когда, знаешь, на злости уже, там, они его рубят, там, а ты, когда физически там сильные, катишь ее, тут уже расправили, показываешь, ну, братан, поехал, убирай. После памятных встреч СССР-Канада от былой снисходительности не осталось и следа. А недавние скептики превратились в восторженных почитателей советского хоккея, признавая, что наши мастера ни в чем не уступают канадским звездам. Валерий Карламов, например, самая яркая индивидуальность советской команды. Так писали о нем народный хокке. Разрешите мне прежде всего от имени Центрального комитета комсомола, от лица всех комсомольцев, юношей и девушек нашей Родины, поблагодарить... В 1972 году Евгений Михайлович Тяжелликов, лидер в ту пору нашего комсомольского движения, пригласил хоккеистов для того, чтобы поблагодарить их за отменное выступление на Олимпийских играх в САТА. Валера Харламов сыграл с САПОРа блестяще, просто потрясающе. Он был самым лучшим игроком на этой Белой Олимпиаде в САПОРе. И я взял у него небольшое интервью. А потом я сказал, Валерий, а вот мне бы хотелось все-таки рассказать о вас побольше, вот как это сделать. Он говорит, да поехали, сейчас все кончится, я все расскажу. Я говорю, а куда мы поедем? Он говорит, ну я думаю, для начала поедем в ресторан «Бегар». И мы поехали на «Бегар». Потом мы поехали к нему домой в Тушино. У него была маленькая однокомнатная квартира. Он в то время был уже неоднократный чемпион мира, Европы, лучший игрок Олимпиады. И была маленькая квартирка в Тушино. Я заночевал у него, мы были люди холостые. Этот день оказался нашего знакомства не последним, когда мы общались у него в Тушино или у меня в Люберцах. Мы могли пойти пообедать куда-то или пойти в театр. Однажды мы с ним ходили вместе на спектакль «Азори здесь тихие». В Таганку невозможно было попасть. Для Харламова такой проблемы не существовало, его любили. И всегда администратор находил один-два билета, скажем, для меня, для него, для того, чтобы мы могли посмотреть спектакль. Валерка очень внимательно смотрел, переживал за судьбу девчонок, судьбу Шаповалова. Естественно, после спектакля мы решили подождать исполнительную главную роль. А рядом с театром на Таганке был ресторан «Кама». Такой был уютный уголок. И мы пошли в этот самый ресторан. И вот когда мы подняли по бокалу, то Валерка вдруг сделал совершенно неожиданное признание. Он сказал Шаповалову, говорит, а ты знаешь, у тебя гимнастерка, говорит, уже ко второму акту была такая же мокрая, примерно, как у меня к третьей смене в хоккее. И Шаповалов так рассмеялся и так благодарно Валерке руку пожал. Я думаю, что он никогда в жизни подобного комплимента больше не слышал. Хоккейные матчи с участием прославленного столичного клуба ЦСКА – это всегда праздник для новосибирских любителей спорта. Конечно же, с особым вниманием следят за такими ледовыми спектаклями мальчишки. А представляете, радость ребят из дворовой команды «Юность» к ним пришел заслуженный мастер спорта, чемпион мира Валерий Харламов. Хотела отдать все свое мастерство ребятам, потому что, когда мы шутили и говорили, ну ты будешь тренировать работу? Он говорит, только детской. Валерий Харламов Валерий Харламов очень любил детей. Я вообще не видел человека, который так бы любил детей, как он. Безумно любил своего племянника, Таниного сына, которого тоже звали Валера. Растегни. Растегнуть? Ты не просто, Растай, как я тебе говорил. На что? Ну что, на что? Вот. Ножки-то согни немножко, чтобы стоишь как полбок. Давай. Его мама, Бегония, никогда на хоккей не ходила, потому что она не могла за себя ручаться, что было бы с соседями на трибуне, если бы кто-то что-то про него плохо сказал, когда он не забросил шайбу. Поэтому она всегда смотрела хоккей по телевизору. На телевизор свою, вот иконка у нее была, Ла Верхенде Бегония, ну это цвета и Бегония, в честь имени ее. Обязательно. И вот сидит, переживает, кукиши держит. Все так. И как только матч кончается, так в окно ждет, когда приедет. Несмотря на то, что она в 11 лет уехала из Испании, тем не менее, по-русски она говорила нечистой. Поэтому, когда он приходил домой, почти всякий раз она говорила, ну что ты, Валерка, сайбу все отдаешь. Борьке да пейте. А сам, когда будешь забывать. Утром 1500 ребят первый раз вступили на советскую землю. Озверевали фашисты, разрушили их города и селены, убивали и ранили беззащитных женщин и детей. Спасаясь от фашистов, дети испанских бойцов вынуждены были покинуть свою родину. Когда привезли детей в 1937 году, многих привезли в Москву испанцев. И вот я со многим познакомился там, где я жил, в соломенной сторожке там. А их поместили там дача такая старинная была, дорожная. И там испанцы жили. Ну и с ребятами голубей гоняли, футбол гоняли. Ну а потом они стали болеть. Их на юг отталил. Окруженные любовью и лаской страны советом, в самых лучших санаториях будут отдыхать испанским ребятам. После войны я работал в заводе на коммунале. Там клуб. И вот там все время перед картиной, танцем были. Ну и там девчата, молодежь собиралась. Я там встретил друга, вот этого испанца, с которым вот до войны мы общались. Ну и он меня познакомил с девчатами, там с женой будущего. Она тоже на этом заводе работает. Она кончает смену, я кончаю смену. Посидим, чайку попьем и гулять идем. Я домой только ходил в 12. Все время с ней. Мне голос приятный, она из возраста любви пела песню. На своем языке, на испанском. Как Лолита Торрес. Мы в кино смотрели фильм «Возраста любви» с ее участием. Она красивая. На задний ряд сели, совались. А я даже там брюки порвал. Близко к креслу были, а там гвоздь торчал в этом. На бровь кресла. Я когда стал подниматься, зацепил коленку, оцарапал и брюки порвал. Ой, классно. Сюжет интересный, очень классный. Потом я достал пленку на ребрах, модельные. Жить и проиграть я принес. И там музыку заводили. Нас не расписывали, потому что у меня был вид на жительство СССР без гражданства. А после, когда Валек родился, через три месяца нас расписали. Мы жили при общежитии, и заводская машина, скорая помощь отвезла в больницу. А я вышел, скорая помощь уехала, холодно было. Метро не ходило, с шести метро ходит. Вещу ее взял, ну там сверток-то этот, узел-то. Меня милиция задержала. А я был в шинели в Отцовской такой, как дезертир. Наверное, задержали документы. Я так говорю, какие документы, что? Ну, пошли в милицию. Я думаю, слава богу, сейчас я приду в милицию, хоть погреюсь. Метро откроется, я уйду. Ну, пришли. Что за вечер? Ну, посмотрите, я говорю, жену отправила в больницу. Господи, вот документы мои, все, вот. А чего ж раньше не сказал? Метро вот в шестернице открывается, хоть погреться у вас. Ну, посмеялись. Никто еще родился, я говорю, нет еще. Ну, желаем вам мальчика. Субтитры сделал DimaTorzok Потом позвонил, 10 часов он родился. Но родился он не крупный, нет, мелкий. Ну, знаете, карточная система еще была. Питались как на карточке. В 47-м на Новый год, в 47-м на 48-й карточке отменяли. Теперь после денежной реформы и отмены карточной системы можно в любом магазине приобрести нужные продукты и товары по доступным ценам. Хорошие дни у советских людей. Все это стоит намного дешевле прежнего. Все куплено без карточек. Радостно смотреть на новой советской рубль. Мы вообще были очень с ним дружные. Как вот иголка с ниткой, это вот мы были с ним. Всюду, всегда вместе. Пока мы росли, я была физически здоровей. И выше его, и такая... Вот. Он был поменьше. Ему попадало за меня. Мне никогда не попадало. Когда мы жили в коммунальной квартире, у нас был стол в середине комнаты. А попадать могло только от мамы. Она такая темпераментная и чуть что. Ну, это, наверное, у всех испанцев. Она быстренько снимала тапок. И вот с тапком, и чтобы нам не попало, Валерке в основном, вокруг стола бегали. Этим мы всегда спасались. Много такого у нас было веселого. Ваш старый год мы провожаем с честью. За все дела, победы и мечты, налей бокал. И припись с нами, припись с нами вместе, Москвич, земляк, где б нынче не был ты. Где б нынче не был ты. Где б ни лета, ни плавал ты сегодня. Ты не один. Мы с ним нести на каток ходили. Я ему всегда говорила, Валерка, представляешь, если бы мы с тобой пошли в фигурное катание. Он говорит, не дай бог такую корову поднимать. Я же крупнее его. Это уж потом он вытянулся. А так-то. Он у меня в мармин, в 61-м году, заслалил как раз ангине. И после ангине у него осталось порох сердца. Его нигде не разрешали. Ни в лагерь меня не брали. Ни в школу был, азвобожден от физкультуры. Он был буквально заводом, а всякие частости. Бег, не плавать, ничего. А ведь как? Он прибежит из школы, руки сделает. И на улицу. Ну и вот он там носит потный, и снег глотает, и все. И потом, когда он устроился вот в ЦСКА-то, а каждые три месяца мы с ним ездили в Морозовскую больницу на обследование, там проверяли его. А он уже в ЦСКА там за мальчиком в хоккей играл на пельнице Москвы. Я врачам не говорил. И мама ничего не знала. Мама вообще даже не догадывался. Уже потом, когда он в хоккей целый год отыграл в ЦСКА, мама ничего не знала. И все мы молчали. Ну и потом уже, когда отец врачам признался, что Валерка играет в хоккей целый год, и вот тогда только мама узнала. Ну и в шоке была. В шоке. Но пошла смотреть тренировку. И уже с тех пор мама все игры ходила. Пока уже он большим не стал. Совсем большим. Субтитры создавал DimaTorzok 8 июля у нас была здесь свадьба. И, естественно, здесь дядя Боря, тетя Бегоня, Таня была. А Валер пришел с тренировки. Постучал. У нас телефона тогда не было. Связь была. Лежала палочка между балконами. Вот. И когда нужно было вызвать, мы стучали в стекло. Он постучал. Так получилось, что я вышла. Он говорит, а где мои? Я говорю, все здесь. Я говорю, заходи. Здесь я как бы впервые обратила на него внимание, потому что до этого мне казалось, что он маленький какой-то. Сидели за столом, пели песни. Я ищу тебя в желтой пустыне, хожу по расколотой дине. Ты скажи хотя бы, как тебя зовут. Вот в это время Валера посмотрел на меня и сказал, Валерий Борисович. Ну вот, собственно, первая наша юношеская любовь началась вот с этого дня. И я влюбилась, и он влюбился. И мы стояли на балконе всю ночь. Он держал мою руку и целовал. И говорил, что если, говорит, расскажу, там ребятам, говорит, какая у меня девушка, не поверят. Он был красивым парнем. Он ходил в черной водолазке. У него была такая черная водолазка. И у него талия, ну, прям, вот, знаете, любая девочка позавидовала. А когда он выступал в гимнастике у меня, ну, вы знаете, что там было просто столботворение. Всегда мы проводили соревнования в школе. И девочке, конечно... Ну, за ним нельзя было не ухаживать. И в него нельзя было не влюбиться. Просто нельзя было. Два года прошло. У нас была чистая юношеская любовь. Потом я почувствовала отчуждение. Но это даже не отчуждение. Он просто старался не попадать мне на глаза. Я поняла, откуда это. Тетя Бегоня потом, она сама мне призналась. Ну, молода еще. У него карьера, у него спорт. То есть он пошел вверх. Тетя Бегоня поняла, что уже серьезная. Сказала, что галерочка. Ну, зачем тебе такое сейчас серьезное чувство? Пока тебе еще рано. Я страдала по девичьям очень сильно. И возненавидела и хоккей этот. И ничего, как говорится, нового не придумала в этом плане. Просто взяла и сбежала замуж за первого попавшегося. Если можно даже так сказать. Полтора года мы, наверное, прожили и разошлись. Валей Харламов начал играть уже с 65-го года на команду ЦСКА. Он был в 1948 году, но играл на 1949. И у нас сборная юническая была, а меня взяли пока вторым вратарем. Я как раз участвовал вместе с ним в тренировках и везде. А потом попали в основной состав ЦСКА. Он уже горе играл. Чемпионом мира стал. Сначала не так у него все складывалось, как хотелось бы. Его же в Чебаркуль отправили. Знаете, команда ехала в Японию. Он приехал в аэропорт с вещами, а ему сказали, что на него не дали визу. Знаете, в Японию поехал в то время. Поехал вместо него Смолин, а его отправили в Чебаркуль. Мог человек вообще сломаться и вообще не играть. Только он поехал в Чебаркуль, по 8 голов, по 7 забивал. Он с такой неохотой ехал в Чебаркуль. А потом я газеты читаю, спортивные. Там все время пишут, что Валерия Харлама забивает. Любимец стал в Чебаркуль. Город небольшой. Вот, все ходить. И они вышли на первое место в своей группе. Это был 68-й год, кажется. Мы поехали на Кубок Советского Союза играть как раз с командой Чебаркуля. Добирались туда двое суток, прилетели. Там мороз 35. И вот мы там играли. Ну, после этой игры Валерку вернули в команду. Как я сейчас помню, 8 марта, сюда, праздник. Вдруг дверь открывается. Этот баул сперва движется в дверь. Он своим ключом открыл незаметно. И баул движется. Господи, Валерик приехал. Радость. Ну, туда-сюда. Он говорит, пойду к ребятам. Старый двор у аэропорта. Там друзей-то много. Ну, и он поехал к ребятам. И вдруг Вася, массажист, приезжает к нам. Где Валерик? Я говорю, елка, ребятам. Тарас на тренировку срочно вызывает. Не успел приехать 8 марта. И на тренировку. Ну, я знал, где они там. Ну, нашел. Прихожу, там 8 марта справляют. Валерик увидел меня. Пап, ты что? Я говорю, Валерик. Он говорит, а я знал, что ты за мной приезжаешь. Ну, и на такси вещи забрал, и на тренировку. Вот так пошло. Поехало. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Валерка поселяет нас в гостиницу. Вдруг собрание. Валерка голову опустил. Тарасов начинает собрание и говорит, вчера в команде произошло ЧП. Ну мы сидим все, Валерка голову опустил уже до пола. Вчера нарушил спортивный режим Мишаков. Мы раз сразу. Валерка голову так поднимает, поднимает. А Валерка и все, даже слова ничего не было. И начинается. Вчера в поезде спиртное выпил Мишаков. Мишаков, естественно, сразу кто выступает, ругают. Все говорят, как ты мог во время чемпионата Советского Союза нарушить спортивный режим. Ты подводишь себя, команду, нас, давайте его накажем. Но из команды не выгонять. Ну а что скажет Мишаков? А Мишаков так сидел, вот так вот, как я. Потом на дно колено стоял. Отец родной, прости, искуплю себя на поле. Ну вся команда легла сразу. На что уж такой жесткий был Антон Иванович. И то не выжил, залыбался, говорит, проразит Мишаков, проразит. Ну все сразу распоняли, что он в команде останется. А Валерка так и даже не вспомнил. Ну а потом, ну все, интересно, что же произошло-то. С нами болельщики ездили. Вот дядька мой, мы немножко выпили. И потом не хватило немного. Послали Сашку Рогулина. Его нет и нет. Я начал искать, где он думал. Там туалет закрыт. Рвусь туда, в туалет. Ты, Шура, открывай. Открывай, это Натон Иванович Тарасов. Ну и сразу утром приехали в Ленинград. Сразу собрание, сразу мне с высшей ставки 220 было, там на 120. Ну и на разминке хорошо погонял меня. Ну и вечером вышли играть. Темп, темп требует тренер москвичей Тарасов. И действительно темп игры становится очень высоким. Ленинградцы пытаются протереть к воротам москвичей, но их соперники перехватывают шайбу. Отличный бросок Мишакова. 3-0. Ну что, мы грубо выиграли, а 3 забил, что ли. Ну и вот они с доктором идут. Лех, всем что ли разрешит? Пить, вот, за голову схватиться, как ли. Он был весь в хоккее, весь в спорте. Он мне даже в будущем уже, когда он стал играть, он мне своих девушек доверял. Ему некогда было идти на свидание. Он мне говорил, Таня, сходи, будет в том-то, том-то, том-то стоять. Ты скажи, я или на сборах, или что-то. Девушек было очень много. Его даже тяготило вот это внимание со стороны девушек. Ведь вот сколько раз он мне всегда просил, Галина Михайловна, вы придите ко мне, возьмите меня. Он буквально говорил, возьмите меня. И как раз мы идем с ним под ручкой. Конечно, очень много девушек, которые так на него смотрят. И Тарасов едет на машине, выезжает из ЦСКА. А я, значит, под ручкой его держу, он в окошко. Значит, Валера говорит, это моя учительница. Он говорит, знаем мы учителей, знаем, знаем. Фанатки вот такие были, ужас. Просто прям, ну не отстанут. Прям, прям, если вот так, если бы никого не было, просто вытащат из машины и утащат. Такие были поклонницы. Прям готовы на все идти. На руках носили бы. И вот так приходилось спасать. У меня уже была на улице Собода, квартира, однокомнатная. Звонит мне соседка, говорит, Миш, ты давай приезжай сюда. В Валерке комнате, пять-шесть девочек. Он уже устал и уснул. Устал просто. Ну и говорит, приезжай. Прихожу, они там все разобрали, олимпийские медали, там эти все дела. Он говорит, он нам подарил. Я говорю, как подарил? Вы что, девочка, извини, так не пойдет дело. Давайте все складывайте вот сюда, в кресло, говорю. А завтра, если он вам их подарит, то тогда мы завтра вам их будем вручать. А сейчас видно, а ты кто такой, да че? Я говорю, девочка, ну вы что-то начинаете так со мной разговаривать. Ну я был так вроде жесткий в этом деле. Они поняли, что со мной спорча бесполезна. Я говорю, давайте, девочки, все освобождайте. А завтра я вас в 10 часов могу здесь уже ждать. А одна там девчонка откуда-то, из Воронежа, что ли? В то время прислала 100 рублей. Это деньги были большие. Он говорит, это вам с Харламом, что после игры выпили за моё здоровье. На 100 рублей. Но мы тогда отослали обратно по адресу. Одна женщина, тогда цветы купить невозможно было, всегда Петрова мне, Харламу. Букет вот таких гвоздик каждую неделю пригласила. Каждый раз приходила и дарила. Она женщина постарше нас была, намного. Она вот любила хоккей. Всё время нам эти цветы дарила. Когда цветов вообще нет. Как-то смотрю, моя дочка-то то появится, то пропадает. Я говорю, в чём дело-то? Ты где бываешь? Она потом мне сказала, что я познакомилась с молодым человеком. Он представился ей как шофёр. Я говорю, ни в коем случае не садись в машину. Я говорю, если шоферля такая, увезёт и не найдёшь. Она сама ещё не знала, что это Валерия Харламовна. И потом у девочки был день рождения, и они пошли в ресторан «Россия». Ну, мы, говорит, сидим за столом, и вдруг заявляется Харламова с друзьями. Ну, все там знают Харламов, Харламов. И, говорит, сели, говорит, напротив нашего стола. И вдруг заиграли танцы. Смотрю, говорит, направляется ко мне Харламов. Приглашает меня танцевать. Ну, мы пошли, говорит, танцевать. И вот так мы с ним и сблизились. Но мне ничего не говорило. Потом я увидела, что она у меня беременна. Я говорю, от кого? Это Харламов Валера. Я говорю, как? Ты что, с ума сошла? Я говорю, у него же столько поклонниц. И ты ещё ввязалась. Ну, думаю, ладно, что будет, то и будет. Она говорит, я тебя познакомлю с ним. Я говорю, ну, поедем. Поехали мы. И у малого театра мы ждём. Появляется машина. 2.0.17, говорит, вон едет, Валерий Борисович. Я говорю, я сейчас пойду его распеку. Она, не смей. Я говорю, а что не смей? Если ты сейчас подойдёшь к нему, я домой не приду. Ой, я думаю, ну, что делать? Она подошла к машине, он открыл дверь, поздоровался. Она села и помахала только ручкой. Я только тогда увидела, что это настоящий Валерий Харламов. Ну, и потом он уехал на чемпионат. У неё родился Саша. И 8 марта приезжает Татьяна, сестра его, и говорит, поедем, мать приглашает домой. Я говорю, ну, езжай. Ну, собрали Сашу, поехали. Я звоню в 9-й, я говорю, ты домой-то собираешься ехать? А мне мать говорит, жди, Игорь, сейчас дядь приедет. Ну, я жду, он, Боже. И появляется она первая и говорит, ты ничего ему не говори. Я говорю, а почему? Он боится тебя до ужаса. Я ему, говорит, наговорила, что он, говорит, тебя с 8-го этажа сбросит. А я говорю, ну, что я, дурочка, что ли, я буду говорить? Конечно, нет. Смотрю, он является с коляской, ставит коляску и говорит, не бэ, это его любимая пословица. Я говорю, будет всё хэ. А я думала, говорит, здесь такие люди, все свои. А я думала, меня сейчас лестница сбросит. Я говорю, а с чего ты взял-то? Ну, мне твоя дочь сказала, говорит, у меня мать такая, что сейчас тебя разнесёт пух прах и выбросит. Я говорю, нет, проходи. Ну, он прошёл и говорит, а я останусь у вас. Я говорю, а что это значит? Он говорит, ну, всё, говорит, я женюсь на вашей дочери. Ну, я думаю, слава богу. Вот так он 8 марта остался у нас. Бегония мне часто говорила о том, что вот звонят девушки, что та его жена, другая его жена, там ребёнок, там. Ну, что мне нравилось от мамы, что она всегда так говорила. Так, ребёнок, приноси. Я посмотрю. Если это наш. И вы знаете, что она вот действительно угадала Сашу. И она Валерке говорит, у нас подлецов никогда не было. Это твой сын. Он же женился на своей супруге, когда у неё уже был мальчик от него. И мы вместе с ним ездили к ней, чтобы посмотреть на сына. И когда приехали, я говорю, Орлам, это ты лежишь маленький? Он говорит, да. На 14 мая они расписались. Свадьбу отпраздновали в интуристику. Это была сказка, потому что интурист ещё новый был. Там был выход прям в сад, хотя это было высоко. Много очень хороших пожеланий. И, конечно, для всех для нас была эта большая радость. Приезжали ребята, хоккеисты из Швеции, из Финляндии. На свадьбу ребята приезжали много. Ой, там было за сто человек. Свадьба заканчивалась. Ну, мы подарки все собираем и повезли к матери. Когда приехали из ресторана, стали разбирать подарочки. Ну, мать есть мать, она же хочет посмотреть же. Открывает, вытаскивает, ё-моё, ну, бюст, хоть антикварная вещица. И мать как взяла и охнула. Ой, Мигель, это памятник на могилу. Я говорю, ты чё? Какой памятник? Люди от чистого сердца тут всё делают? Нет, ты чё? Это, говорит, всё. Это памятник на могилу Валерки. Ну, испанцы, они очень такие суеверные люди. И вот как только первая авария, мать сразу говорит, ну, что я тебе говорила? Ему не живо? Нет, это, говорит, не кончится так. КОНЕЦ